Экономика Украины должна восстанавливаться прежде всего за счет частного бизнеса. Из-за военных рисков любые проекты будут сложными для реализации частными инвесторами. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма на конференции Rebut Ukraine в Торонто. Он привел положительный пример Германии и Франции, которые обеспечили государственное страхование для всех своих корпораций, инвестировавших в Украину. Мы верим в то, что такой тип партнерства позволит нам достичь двух ключевых целей. С одной стороны, вы сможете получить прибыль от инвестиций, поскольку в Украине много естественных преимуществ. С другой стороны, ваши правительства смягчат риски, возникающие из-за войны. Ростислав Шурма, заместитель руководителя Офиса президента Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Он отметил, что в Украине сейчас есть две возможности для канадских инвесторов. Первая связана с восстановлением страны и экономики. Вторая с тем, что Украина имеет естественные преимущества. Еще одно возможное направление для инвестиций – украинский аграрный сектор и значительные запасы природного газа. Мы готовы работать совместно с канадскими инвесторами по разработке этих ресурсов. Для этого могут быть использованы такие инструменты, как экспортные кредитные агентства, гарантии канадского правительства. Украинский народ очень ценит помощь Канады, поэтому мы очень ждем, что вы будете инвестировать в нашу страну. Ростислав Шурма, заместитель руководителя Офиса президента Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Также стало известно о первых уже подписанных контрактах, об инвестициях Дании в Украину. Однако подробности пока не разглашаются и соображений безопасности. Мы понимаем, что здесь возможны риски, но нельзя ждать, пока закончится война. Иностранные инвестиции в Украину являются важнейшим компонентом восстановления. И Дания прилагает серьезные усилия, чтобы способствовать работе бизнеса в Украине. Не в последнюю очередь в Николаевской области. Оле Эгберг-Миккельсон, посол Дании в Украине, в интервью «Экономической правде». В частности, у запущенного в этом году Датского фонда поддержки Украины есть мощные составляющие в частном секторе. Дания может выдавать кредиты и инвестиционные гарантии некоторым датским и украинским бизнесменам. Многие датские корпорации уже действуют в Украине. И им удается поддерживать и даже расширять свою деятельность во время войны. Для того, чтобы страна, государство могла само обеспечивать свои потребности, должна формироваться внутри страны дополнительная стоимость, добавочная стоимость. И формироваться доходы и населения, и предприятий, и государства. И это можно обеспечить только за счет инвестиций. Только инвестиции в развитие производств, в развитие создания рабочих мест могут позволить это делать. Французская государственная компания уже объявила, что будет страховать французский бизнес, который готов инвестировать в Украину, не дожидаясь завершения войны. Французские компании готовы локализовать свои мощности в Украине и производить свою технику на наших заводах. Я убеждена, что благодаря совместной работе этот интерес будет только расти. Юлия Свериденко, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины на сайте Министерства экономики Украины. Французский бизнес заинтересован инвестировать в стратегически важные секторы Украины, в частности в оборону производства и переработку агропродукции, возобновляемую энергию, зеленую металлургию, экологический транспорт и здравоохранение, фармацевтику.